Армавир присоединился к отчётному сбору Кубанского казачьего войска. Мероприятие собрало более 950 человек из 12 районов и городов края в режиме онлайн. Это атаманы 560 районных обществ и свыше 400 выборных казаков. В ходе видеоконференции заместитель губернатора и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов подвёл итоги работы за прошедший год в разных сферах, в том числе взаимодействия с правоохранительными органами. Сегодня правопорядок вместе с полицией в регионе обеспечивает более 1500 казаков. В текущем году при участии казаков-оруженников было выявлено 400 преступлений, что на 66 преступлений больше в сравнении с аналогичным делом прошлого года. Увеличилось и количество выявленных с участием казаков административных правонарушений, которые составляют более 51 тысячи. Задержано 127 лиц, находящихся в розыске за совершенные преступления. Предотвращено 465 случаев детской безнадзорности и выявлено 301 легальный механ. Общая численность войска – это более 57 тысяч человек. В то же время Союз казачьей молодёжи объединяет порядка 112 тысяч ребят из 70 профильных школ, 30 детских садов и более 4900 классов и групп казачьей направленности. Концепцию непрерывного казачьего образования поддержали три университета края, в том числе и в Армавире. Важным событием для нас стало подписание соглашения о сотрудничестве между Кубанским казачьим войском и тремя ведущими вузами Кубань, Кубанским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, Армавирским государственным педагогическим университетом и Кубанским государственным аграрным университетом, которые вошли в ассоциацию казачьих вузов России. Казачество достигло серьезных показателей и в сельском хозяйстве. Число произведенной продукции выросло на 23% и составило 81 тысячу тонн урожая. На 23 казачьих предприятиях работают 183 казака. Общая численных задействованных в этой сфере составляет 681 человек. В следующем году производители предлагают объединить под общей торговой маркой казаки Кубани и продолжать развивать инвестиционные проекты.